Овладеть этой энергией и преобразовать её, трансформировать, это уже зависит от усилий даже не в этой жизни. То есть если вы в своих прошлых жизнях это практиковали, возможно, и в этой жизни у вас получится. Найти какого-то человека, с которым будете выстраивать эти практики на основе чувств, вы проиграете 108%. Вы проиграете. Чувство — это самый худший советник в принятии решения. Это иллюзия, что новый человек, который к вам придёт, будет лучше того, которого вы сейчас отправляете куда-то. Пока вы не изменитесь, ничего не изменится. Чтобы не быть голословным, я вам скажу такую вещь. Пожалуйста, попробуйте искренне себе ответить на вопрос. У вас было такое в жизни, что вы понимаете, что не нужно делать, а берёте и делаете. Вам потом гадко, неприятно, что кто-то вас использовал буквально. То есть какая-то страсть пришла, воспользовалась вами, и вы потом как у разбитого корыта. А теперь представьте, пожалуйста, что если вы, допустим, привлекательный человек. Давайте разберём пример какой-то девушки, которая привлекательна в силу своей благой кармы прошлого. И представьте, что на ней концентрируется, да хорошо, юноша. У меня один знакомый, бедолага, всю жизнь его вспоминаю, такой гениальный парень был, со светлой головой совершенно. Но он так попал из-за своей красоты и привлекательности, что очень тяжко. Многие девушки, я знаю, на которых концентрируются другие. Да это же жесть просто. Почитайте истории каких-то актрис или актёров, которые были, как говорят, секс-символами. Вы просто прочитайте о том, как сложилась их жизнь и как они прожили. А как вы думаете, что ж они так дурят-то? Практически все. А потому что человек, который привлекает внимание многих, он вынужден на себе тянуть те страсти, которые эти многие тянут. Это горькая правда. Поэтому мой вам добрый совет. Со страстями или с желаниями или с любовью крайне-крайне нужно аккуратно относиться. Как бы ни пришли они к вам в гости с копом и не заставили вас делать то, что для вас сейчас неприемлемо. Давайте следующий вопрос, Настя. Благодарю вас. Андрей, что такое любовь именно для вас? Ну вы, наверное, уже ответили. Кошмар и ужас. Ом, Андрей, встречалась ли тебе медитация мета в сутрах? И какая у неё, на твой взгляд, цель? Я слышал об этой медитации, но я никогда её не практиковал, потому что я был посвящён в другие медитации. И я думаю, мне не одну жизнь хватит, чтобы разобраться с тем, что я уже имею. Новые какие-то практики для меня сейчас совершенно неактуальны. Ещё при Будде кто-то практиковал. Один из архатов его учеников посоветовал кому-то, какому-то монаху, умирающему, как раз вот эту практику. По-моему, это была как раз вот эта медитация. Там частично она с любовью связана. Ты как бы созерцаешь любовь. Вот. И тот практик, он перевоплотился в мир Брахмы, потому что мир Брахмы считается как раз вот это божественная любовь, такой вот высший пилотаж там проявится в мире Брахмы, потому что мир Брахмы — это уже первая тхьяна, то есть это уже выход из сферы чувств мира, сферы миров чувств. Вот. И это довольно такой высокий уровень. Так вот, когда этот монах сменил мерность и перевоплотился в мире Брахмы, Будда сделал выговор тому ученику, это был Шарипутра, из-за того, что тот дал ему такую методику. Почему он ему сделал выговор? Потому что он объяснил, что вот этот монах, который умирал, он был гораздо уже более эволюционнее развит, и ему нужно было дать более совершенную практику, то есть более совершенную визуализацию выше сферы миров форм. Это вот как раз Брахма — мир форм. Вот. И он мог вообще освободиться, то есть выйти вообще из сансары. Но так как это был… А, это был Брахма, Брахман, Брахман, вот, то монах сказал, ну я подумала, ну раз он Брахман, значит, у него, его цель — это мир Брахмы. Вот. И Будда тогда ему объяснил, вот в принципе тоже, что Андрей уже пояснил, что если перевоплотиться в каких-то божественных мирах, да, ещё в градации сансары, то неизбежно там, исчерпав свою благую карму, снова потом нужно вниз на перевоплощение, да, как игра Лила, и заново-заново нарабатывать этот потенциал, потом встретиться с учением Будды, с методикой, которая помогает выйти из сансары. То есть большой опыт снова придётся накопить, потратить много энергии. Вот. Вот поэтому он ему сделал такой небольшой выговор, что он ему порекомендовал этому умирающему монаху вот эту медитацию, где там один из аспектов была любовь. Вот. Поэтому если вы чувствуете, что да, для вас это предел, ну здорово, тогда медитируйте, накапливайте. Такой опыт в таких божественных, прекрасных мирах. Вот. Но если чувствуете, что за этим что-то есть, вот лучше идти туда, где за этим что-то есть. Вот. Вот такое у меня мнение сложилось. Так и есть. Действительно, такая сутра существует. И можно сказать, что только в сутрах буддизма рассматриваются вот такие сущностные, фундаментальные вещи. В индуизме я не встречал ни одного текста, где бы рекомендовалось выходить за рамки того же Мира Брахма, например. Есть у нас ещё вопросы, Настя? Да, 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 есть. Я бы рекомендовала теперь нам ускориться, чтобы вспеть на все. А чтобы энергия поднималась, нужно иметь здоровое тело и дух. Ну это такое как дополнение. Не соглашусь. Извините, пожалуйста, но есть другая статистика. Здоровое тело — это первый признак того, что человек бросится в страсти. Очень часто недомогание или какие-то физиологические особенности, недостатки так называемые, это и есть стимул к познанию и прикладыванию усилий к самому себе. Очень много примеров я видел, когда люди становились здоровыми, и они пускались во все тяжкие. Поэтому здоровье в некоторой степени — это, можно сказать, наказание. мало кому удается здоровое тело им совладать, а как это сказать, контролировать. Здоровое тело — это здоровые страсти. А здоровые страсти вас достанут так, что вы будете неадекватные вещи делать. Поэтому очень часто я сталкиваюсь с тем, что практики, серьёзные практики, они специально своё тело держат в таком состоянии, знаете, но не на 100% здоровым, а для того, чтобы была причина прикладывать усилия систематически, и они всю энергию вкладывают не в здоровье. Возможно, я сейчас говорю такие жёсткие вещи, и не все это поймут, но если бы вы знали, что такое здоровые страсти в здоровом теле, вы бы меня поняли. Поэтому иногда лучше быть немного больным, чем здоровым, если ты хочешь эволюционировать и развиваться, а не бегать, как бобик на привязи за теми страстями, которые тебя будут использовать. Кстати, Будда рекомендовал малоедение. Это очень хорошая альтернатива, допустим, сыроедению или какому-то суперздоровому питанию. Он настоятельно рекомендовал малоедение. То есть его ученики и он сам питались только один раз в день. Ну, либо малоедение тоже. Можете самостоятельно это изучить. Это тоже такой адекватный подход к питанию. На чём же тогда строить любовь к Богу? Например, Арджуна безмерно любил Кришну. Может, смысл в том, чтобы любить нечто бесконечное и стремиться к нему через любовь, а к материальному не привязываться? Я уже ответил на этот вопрос, только немножко другими словами. Даже если Арджуна любил Кришну, это всё равно конечная точка. Это не тот этап, из которого ты не вернёшься. Придётся вернуться. Просто в случае Арджуны, Арджуна является лишь частичкой или эманацией Индры. Поэтому, когда Арджуна, так сказать, переоплотился, то на определённом этапе, когда он отмыл всю свою карму в аду, то когда он вернулся на небеса, есть вероятность, что он стал частью Индры. Благодарим. Йога сновидений — это Карлос Кастанеда. Вы его имели в виду? Нет. И где учиться йоге сновидений? У кого? Тут спрашивают ещё раз. Я бы, конечно, вам рекомендовал найти хорошую традицию карма-кагю, кто практикует и развивает шесть йог наропы. Это более такая продвинутая, более целостная система, где один из вариантов у них практикуется в шести йогах наропы йога-сновидений. Просто дело в том, что Карлос Кастанеда или какие-то другие новомодные течения, которые сейчас есть, они без, как сказать, длительной парампоры, без выверенности во времени. То есть можно сказать, такие, знаете, новодел в некоторой степени. А проблема новодела заключается в том, что могут быть побочные эффекты. Поэтому я вам рекомендую разбираться в этих вопросах со снами через представителей карма-кагю, которые квалифицированно продвигают йогу-сновидений. Но это очень сложно. То есть никогда никто вам не даст йогу-сновидений, приедет вы там в любой монастырь, вам выставят определённое количество требований, которые будет крайне сложно выполнить. И требования это будут нематериального характера. Вам не будут говорить, заплати там 10 миллионов рублей, и мы тебе там что-то дадим. Но такого не будет точно совершенно. Вас попросят потратить огромное количество времени на подготовку самого себя, прежде чем получить эти практики. Ну, в принципе, вам это будет выгодно, потому что вы будете саморазвитием и самосовершенствованием заниматься, готовить себя для того, чтобы вам потом дали эти знания. Но теоретически это возможно. Есть монастыри в Непале, где такие знания вы можете получить через какое-то определённое количество лет. То есть если человеку встретиться в печатном варианте шостёк наропы, это тоже не вариант пробовать? Без комментариев будет крайне сложно разобраться. Большая проблема, что действительно даже в России, я думаю, можно найти людей, у которых владеют сейчас текстами шести йогни наропы, именно тексты как методика, как практиковать. Но без комментариев ламы вы набьёте себе на самом деле очень большие шишки. Поэтому я бы вам не рекомендовал в эту тему без учителя вообще даже соваться. Есть книжка, она сходит в свободном доступе, она называется... Как она называется? Не библиография шести йогни наропы, на букву «Б». Не христоматия? Христоматия, да, извините. Христоматия шести йогни наропы, она есть там, вкратце описывается, о чём речь, но саму методику вам лучше брать у ламы. Объясню, почему такие препоны? Если не готовый человек, а большинство наших зрителей, которые сейчас даже слушают о шести йогни наропы, вы даже не представляете, из чего вы состоите. То есть вы привыкли к себе как к личности, но те накопления, которые у вас есть, даже не из прошлой жизни, они у каждого есть и достаточно. А йога-сновидение, она может дать определённые силы или способности, которые в первую очередь будет использовать эго. В первую очередь, всегда. Эго никогда с умом не пройдёт мимо какой-то лакомой возможности накопить какой-то новый опыт или поманипулировать, или ещё что-либо. Но это тяжело может кончиться. Поэтому все эти длительные подготовки необходимы для того, чтобы вы обуздали свой ум и своё эго. И вот только тогда эти практики могут вам помочь. Я прекрасно понимаю, что я говорю очень сложную вещь, это равносильно, что это я вам говорю. Ребят, попробуйте подняться на какую-то большую вершину, где большой риск вам замёрзнуть, погибнуть, там такая вот статистика. И кроме того, это очень дорого. То есть вам придётся заплатить огромное количество денег для того, чтобы подняться на какую-то вершину. Вот я вам предложил такой действительно довольно очень сложный вариант, но он зато будет минимальное количество побочных эффектов. Хотя сейчас йогу сновидений многие, многие продвигают. Так что забейте в поиске, вы наверняка найдёте того, кто вам будет говорить какие-то методики. Но какие будут у вас побочные эффекты от того, что вы овладеете этой, вам там вряд ли будет предупреждать. Потому что, поймите, почему я против этого. Я около 30 лет занимаюсь тем, что распространяю среди людей на этой планете знания о йоге. И я знаю, из чего состоят люди. У меня нет никаких иллюзий. И я знаю, что может дать методика, которая разовьёт определённые ситхи. Любая методика. И мне искренне жаль многих и в России, и в мире вообще людей, которые пытаются людям давать развитие сверхспособностей. Они пока ещё не представляют, как на них это аукнется. К сожалению. Поэтому с ситхами нужно быть крайне аккуратно. Давайте дальше, Настя, уже времени много. Сексуальная энергия является препятствием в кармическом развитии? Нет, она не может быть препятствием. Она может быть даже до некоторой степени стимулом, при условии, что у вас внутренний мир адекватный. То есть сама энергия, она энергия. А вот сможете ли вы овладеть этой энергией и преобразовать её, трансформировать, это уже зависит от усилий даже не в этой жизни. То есть, если вы в своих прошлых жизнях это практиковали, возможно, и в этой жизни у вас получится. Но здесь супер-важный момент. Пожалуйста, обратите внимание. невероятно важно, с кем вы планируете эту энергию преобразовывать. От вашего партнёра зависит последствия. То есть, если у вас будет неготовый партнёр, который потом эту энергию или эти знания будет дальше нести, как, мягко говоря, неадекватный человек, вы получите невероятно плохую карму. И вы будете ответственны за то, что этот человек, ваш партнёр, накосячит потом в будущем. Потому что это, к сожалению, я наблюдаю за такими ситуациями иногда. Поэтому крайне важно, если вы выбрали какого-то партнёра, его нужно очень тщательно проверить, выверить во времени, чтобы он действительно доказал, что он адекватен. И вот только после этого, если вы пытаетесь найти какого-то человека, с которым будете выстраивать эти практики на основе чувств, вы проиграете 108%, вы проиграете. Чувство — это самый худший советник в принятии решения. А если мы говорим о сексуальной энергии и практиках, которые с этой связаны, в 95% случаев люди будут думать второй чакрой, а вот с этим получится или не получится. И это всегда привезёт к проблемам. Ну, поэтому такой высокий процент разводов, наверное, на сегодняшний день. Почему я понимаю, что вы говорите истинную правду, но до сих пор не занимаюсь йогой, кроме того, что не ем мясо животных? Тапаса не хватает? Видимо, ваш жареный петух ещё пока не клюнул, чтобы вы побежали йогой заниматься. Ну, ждите дальше. Придёт, скоро клюнет. Побежите. Но есть вероятность, что уже поздно будет. Вот Андрей вас смотивировал. Как найти ту правильную точку между кармическим терпением в паре или дружбе, или общении с человеком и конечной точкой отношений? Как понять, когда пора поставить точку в общении? В идеале, если у вас есть пара, не ставьте никогда точку. Объясню, почему. Это иллюзия, что новый человек, который к вам придёт, будет лучше того, которого вы сейчас отправляете куда-то. Пока вы не изменитесь, ничего не изменится. Более того, с любым человеком первые 10, 15, возможно, 20 лет вы будете биться с какими-то кармическими ограничениями. Но я, опять-таки, рассматриваю не просто семейную жизнь какую-то. В семейной жизни, возможно, ну как сказать, они же живут по интересам, нравится, не нравится, люблю, не люблю, разлюбил. Знаете, я слышал такое, разбитое зеркало не склеишь, или там разбитую вазу, что-то такое, да, Настя, вот как говорят обычно дамочки. Ну, а зачем же вы её бьёте-то? Вы что думаете, следующая ваза будет крепче, и когда вы её опять бросите на пол, а не разобьётся, до 100% разобьётся. Если вы уж выбрали какого-то человека, мой вам добрый совет, не спешите менять, не спешите ставить точку. Откуда это всё пошло? На самом деле, вот эта методика смена партнёров пошла из бизнеса, вы, возможно, удивитесь. Но бездуховный, жёсткий, меркантильный бизнес, он имеет определённую статистику, что каждый человек, он как батарейка работает определённое количество времени, а потом начинаются проблемы. И бизнесу не нужны проблемы человеку, его выкидывают и берут нового человека на некоторое время как батарейку на то же самое место. Так вот, люди, которые живут чувствами, они точно так же используют людей вокруг как чувство, чувствующие, как бы, объект чувства. Чувство есть, он рядом со мной, чувства прошли, «А, иди дальше, я нового себе заведу». Проблема только в том, что каждая новая связь, которую вы будете образовать, образует новые кармические узлы, и вы отягощаете свою карму. Возможно, не все это поймут, о чём я говорю, потому что, если рассматривать в перспективе, как происходит перевоплощение, вы просто создадите себе больше проблем. Поэтому лучше не менять партнёра, а из своего партнёра, который вы имеете, попытайтесь создать условия или помочь ему достигнуть совершенства. Это идеальный вариант. Кто-то говорит, вот есть такое понятие «возвышенные воззрения». Но я думаю, не все поймут, но кто-то, возможно, поймёт то, что я сейчас скажу, потому что в определённых школах вот эту концепцию возвышенных воззрений используют. И на определённом этапе люди, которые получили первые, самые первые ничтожные плоды в духовной практике, они начинают мнить себя, что они способны следовать широкими такими путями возвышенных воззрений. Это значит, когда они свысока смотрят на желание, они свысока смотрят на мораль, они свысока смотрят на какие-то страсти, которые к ним приходят и оправдывают себя или свои поступки, перешагивая просто через многие аспекты. Они думают, что они несут благо, не задумываясь о последствиях. И вот возвышенные воззрения чаще всего на этом попадаются начинающие йоги или начинающие какие-то практики, которые пытаются контролировать страсти. Но страсти возьмут за низ спины таким образом, что этого человека начнут использовать. Я много примеров видел, крайне, я бы вам много примеров таких диких мог рассказать, что просто не хочу осквернять пространство этого эфира. Когда люди просто разменивали свою жизнь на погоню за страстями, и всё это оправдывая. Поэтому, друзья, не спешите в страсти, не меняйте партнёра, пытайтесь предоставить возможность ему развиваться или добавите какие-то шансы. Вы только выиграете этого. Если вы взрослый человек, вы прекрасно понимаете, чтобы быть на одной волне с человеком, случайностей не бывает. любой партнёр, его нужно годы взращивать, особенно, если мы говорим про какие-то совместные практики для преобразования энергии. Я вот сюда, когда на трансляцию ехал, слушал 100 тысяч песен Мелорепа у меня в записи в машине, я слушаю периодически. И вот как раз-таки там рассказывалось о Мелорепе, Ричунгпе и тех методиках, которые они использовали. Так там действительно описывается конкретно совершенно, когда берёшь или ищешь подходящего человека для того, чтобы он тебе помог в практике. Но найти такого человека самостоятельно крайне-крайне сложно. И если уж у вас есть такой человек, не спешите его разменивать. Следующий вопрос. Благодарю. А какое чувство можно называть самым светлым и высшим? Может, любовь просто сильно избитое слово, тем не менее, тем не менее, о нём и в Библии говорится, как о высшем чувстве? В высшей любви находится сорадование или сострадание. Сорадование — это когда ты воспринимаешь окружающий мир единым, без чувств, но в единении. Это сорадование. Потому что любовь, так называемая, как только она возникает, сразу возникает антагонист этой любви. То есть, если у тебя к одному объекту будет любовь, через некоторое время к другому объекту у тебя будет возникать диссонанс любви. То есть, ты будешь накапливать в своём внутреннем мире другое чувство. Кто-то со мной не согласится, не скажет, божественная любовь — это открытая, она всегда великолепная и так далее. Я вам некоторое количество минут назад приводил пример, что, к сожалению, огромные побочные эффекты бывают от этого. Поэтому лучше превосходить любовь, обменивая её на сорадование или сострадание. Как распространено во зрение, это цитата Джетсон Капе, как распространено во зрение желания по сути своё. Удивительно, сколько вопросов про объекты желаний. Истинное — я, Бог, как говорил достопочтенный Джетсон Капа. Единение с абсолютом… Слава Санкапе. Вечная слава. Единение с абсолютом можно назвать состоянием любви? Да. Но это не человеческая любовь. Это, можно сказать, божественная любовь. Как правильно артистам использовать чувства? На современных свадьбах это невозможно? Да, это большая проблема. К сожалению, вообще артистическая деятельность в современном обществе большая проблема. Неприятная тема. Если я вам сейчас начну рассказывать, как бы очень лучше меняйте профессию. Если вы артист, если вы даже профессиональный артист, у вас могут быть большие побочные эффекты от той деятельности, которая вам приходит на себя взваливать. К сожалению, если я начну рассказывать, но это вам просто не понравится, это не от ума, я говорю. Есть специальные тексты на эту тему, где, в общем, напишите, вот если вы артист, напишите мне в директ личные сообщения, я вам перешлю как бы с утра, почитаете, может быть, задумаетесь. Но просто не хочу неприятные, тяжелые вещи говорить. слишком большие побочные эффекты у артистов от их деятельности, то, что они вынуждены в этой жизни пропускать в себе большое количество чувств, чтобы войти в роль, эти чувства на них отражаются, и им будет очень тяжело эволюционировать. А в будущей жизни, так как артист, он не просто же живет, он же не просто там для деревьев показывает свое актерское мастерство, он показывает людям, как производить страсти, потому что чаще всего артисты, они показывают, как страсти проявляются в мире. И опосредованно получается, артист учит других, как поступать в той или иной ситуации. Даже если у вас плохая роль, поверьте на слово, к сожалению, с вашей плохой роли кто-то будет брать себе пример. То есть, это не в поучительных целях, а для кого-то это плохая роль, допустим, отрицательный герой. Это будет как мотивация к действию, призыв к действию. Имейте в виду. И эта карма вам в будущих жизнях будет возвращаться там так, что все эти люди, которых вы мотивировали к тем иным действиям, вы будете вынуждены переживать все то, что они будут делать. Потому что вы их мотивировали и вы несете ответственность за это. Можно сказать, что артисты это как учителя для своих зрителей. Они показывают то, как люди потом поступают. и не всегда, к сожалению, сценарий, который этот учитель читает, написан самим учителем. Чаще всего те, кто написали эти сценарии, они вообще в кадре не появляются. Это очень частая распространенная проблема. То есть, сценарист с продюсерами, которые вставляют в, допустим, если мы рассматриваем фильм, какие-то постоянные сцены с алкоголем, с сигаретами. Вы что думаете, актер, который на публике пьет, он потом в будущих жизнях никак за это не будет расплачиваться? Да, к сожалению, алкоголикам долгое время будет. И от рака будет легких умирать, потому что рекламировал сигаретки. Казалось бы, это просто по сценарию, потому что нужно было сделать фильм, чтобы отбить бюджет его. Сейчас любой фильм делается так, чтобы там была скрытая реклама. Попробуйте найти хоть один фильм. Да, по-моему, в России сняли один фильм, где нет алкоголя и сигарет. Один фильм. Я ролик как-то видел одного на фильмы одного известного российского режиссера, который тоже сейчас за правду топит и, ну, говорит, за правду там, обличает там всех, и все так замечательно. Ну, взяли его фильм и посчитали. Просто они повырезали из этого фильма сцены, где пьют и курят, пьют и курят, пьют и курят. И сделали такую нарезку, знаете, это жесть. Просто пьют и курят, пьют и курят, пьют и курят. А вы что думаете, это просто так показывается? Нет, друзья. И за это придется расплачиваться. Просто те люди, которые продвигают алкоголь и сигареты, они отрицают закон кармы. Они не задумываются о последствиях. У них другие цели. И даже не прибыль, которую они получают. Я недавно смотрел статистику в России, кто больше всех зарабатывает денег. В России непосредственно. Американ Табака, Джапан Табака, корпорация Икея, по-моему, находится на первых местах. То есть огромное количество миллиардов рублей они зарабатывают, причем отдавая государству не так много, небольшой процент. А все остальное, вот все, что травят или там спаивают Россию, уходит в третьи страны. Это горькая реальность. Почему я об этом говорю? А потому что мне с такими пьющими и курящими россиянами приходится жить в этой стране. Поэтому для меня это, к сожалению, как бы средство защиты. Вы хоть раз пробовали идти в парке дышать воздухом за тем, кто идет и курит? Ну, если не пробовали, попробуйте пройти. Они просто идут и курят или сидят на лавочке и курят. А почему они курят? А потому что вот такие вот актеры когда-то ну, снимали сцены с курением. Их рекомендовали это делать настоятельно, если не хотят зарплату получать. Поэтому еще раз повторюсь, если у вас актерская профессия, лучше ее меняйте. Потому что напишите мне в директ, я вам пришлю конкретную сутру, где говорится, что актеры и те, кто веселят народ, для них есть специальный ад. Ад. Ну, кто не понял. то, куда их переоплощают. Это не я придумал, еще раз повторюсь. Давайте дальше, Настя, пока у нас есть возможность. Благодарю, Андрей. Наверное, сюда же весь шоу-бизнес можно отнести не только актеров. Ну, Настя, вот недавно с вами разговаривали там про одного настиного знакомого, который выбился в очень известные люди, так сказать, не столь важные, но это, короче, масс-медиа и там полная... Шоу-фэшн-бизнес, да. Что-что? Фэшн-индустрия. Да, там полная неадекватность. То есть, когда-то был нормальный человек и превратился в жесть полную. Как так могло произойти? Тренды, такие тренды, да. Большинство произведений мировой культуры спекулируют на теме любви. Это называется определенный стереотип мышления. Кому это нужно? Правящим структурам, каким-то энергием или это природа человека? Да, определенные структуры действительно навязывают любовь в массы, потому что считается... Есть такая расхожая фраза «Когда царит любовь, пушки молчат». Ну и типа с того, чтобы не было войны, пусть они лучше как бы занимаются, чем они занимаются. Я вам расскажу одну историю. на эту тему. Есть одно государство на этой планете, которое было очень сильным. Буквально сто лет назад, да, в 20-е... Нет, в 20-е годы да, оно еще было сильным, да. Очень сильным. Завоеватели прям сильные, такой дух у них был непоколебимый. и причиняли очень много проблем окружающим странам. Ну и поняли, что как бы это большая проблема. Причем они добились таких ситх. Я однажды читал описание одного сражения, где смотрящий американский военный, который наблюдал за тем, как вот это государство воюет с другим государством, он не мог своим глазам поверить, какую скорость они развили в стрельбе из пушек, в частности. Он говорит, я думал, что время остановилось и там снаряды замедленной съемки летят, а на самом деле они жгли по полной программе. Почему? Потому что развивали у своих солдат определенные ситхи. И, в общем, такое проблемное государство. Что же с ним сделали? Когда его завоевали в конечном итоге, то почему-то начали среди местного населения навязывать культ секса, порно и всего такого. Массово, включая то, что порно-журналы начали продавать в любых киосках, в любых магазинах и так далее. Для чего? Для того, чтобы воинов всех вывести. Потому что воин, который садится, который парень, которому суждено, например, мог бы стать воином, если он сядет на вторую чакру, он слабый на голову будет. Это система контроля целых стран практически. К моему большому сожалению. Поэтому, когда говорят о любви, это да, действительно, чтобы мир стал лучше, можно сказать, то есть гармоничный, без войны. Но, к сожалению, те, кто навязывает любовь, они не задумываются о последствиях для перевоплощения тех, кому эту любовь навязали. И они тем более не задумываются о перевоплощении своем, потому что, если они кого-то спускают вниз, а что будет с ними? Ну, в общем, знаете, тут из как бы из истории благими намерениями дорога в ад вымощена. Навязывают, с одной стороны, казалось бы, все хорошее, но последствия потом, ну, не самые хорошие. Да, читайте с утра, там так много вот об этом говорится, как оно есть. Сантоша, удовлетворенность тем, что имеешь. Разве удовлетворенность и любовь — это не близкие понятия? Нет. Ну как удовлетворенность? Это ты удовлетворен, тебе ничего не нужно. А любовь — это желание объекта рядом для того, чтобы тебе было комфортно. И когда этот объект не рядом, тебе некомфортно. Это что, одно и то же? Это вообще диаметрально противоположные концепции. Вам посоветовали не иметь дела с женщинами? Благодарю, но я не соглашусь с вами, потому что женщины, разумные женщины, толковые женщины, они могут очень много блага принести. Я исхожу из того, что есть статистика. Если женщина адекватная, если она как бы помогает на пути, это очень достойно. и для этой женщины это тоже большое благо. Каков выход из всех миров? Путь Бодхисаттвы. То есть, если вы действительно хотите, чтобы перестали эти качели на небеса вниз, на небеса вниз, на небеса вниз, это я так быстро рукой провожу, на самом деле это кальпы продолжаются, очень медленный подъем, то есть человек формирует определенную пирамиду достижений, потом достигает какого-то пика, и начинается деградация к той же самой точке, откуда он начал, и опять начинает карабкаться, опять вниз, опять карабкаться, опять вниз. И так очень долгое время происходит. И только путь Бодхисаттвы позволяет отдать все кармические долги, как со знаком минус, так и со знаком плюс, и освободиться от тех кармических проблем, которые перед ним будут проявляться. Встретилась со странным мнением и отношением к карме. Женщина утверждает, что не понимает, зачем ей практиковать сейчас, если в следующей жизни она не будет помнить эту. Она переплатится так, что действительно не будет помнить. А вы сталкивались с тем, что иногда интуиция подсказывает, как лучше поступить? Да, многие путают интуицию с навязанными какими-то концепциями, если какая-то энергия хочет тебя использовать, она тебе может внушить, что тебе так нужно делать. И ты пойдешь и будешь делать, и будешь думать, что это мне пространство подсказало, или это интуиция так сработала. Ребят, очень часто, особенно молодых преподавателей, используют в темную, посылая им те или иные образы, и они потом будут расплачиваться, к сожалению, поверив кому-то, потому что есть понятие, три источника, это более компетентный человек, тексты и собственное мнение. И только тогда нужно принимать решение и как бы двигаться в это направление. Когда человек почувствовал, что пространство ему сказало и начал делать, это 100% карма, и чаще всего это заканчивается нехорошими вещами. Поэтому крайне аккуратно нужно относиться к каким-то видениям, образом. Мне часто снится одно и то же, это, наверное, туда нужно идти. Или наоборот, нужно было бежать оттуда. Поэтому когда девушка говорит или какая-то дама, что карму я просто не буду помнить, нет. Если вы хотите в будущей жизни интуитивно понимать, как правильно, и более того, если вы хотите, чтобы вокруг вас были люди, которые в трудную минуту вам подсказали, как нужно делать, вот сейчас нужно прикладывать усилия, чтобы потом все было хорошо. Даже сам Бхишма жил на райской планете, будучи одним из восьми васу, и прожив величайшую по мирским меркам жизнь, не ушел выше, а вернулся на свою старую позицию. Как же нам выйти на позицию выше? Ну, во-первых, неизвестно, что Бхишма вернулся. Кто это вам сказал, что он вернулся на свою позицию? С какой стати? Сколько он наколоматил, как сказать, накуролесил на этой планете? Сколько он поубивал людей? Вы что думаете, его так просто отсюда отправят опять в асу стать? Да ни в коем случае. Бхишме придется, к сожалению, бедолаге прожить огромное количество жизни, отрабатывая все те кармические узлы, которые он успел завязать, тем более убивая кого-то. То есть вспомните, вот на Махабхарате он в день просто 10 тысяч человек брал и убивал. А знаете, что это значит? То есть он вмешивался в чье-то развитие каждый день в течение, по-моему, 8 дней. Он минимум убил, ну если вот минимум 80 тысяч человек за одну битву, а сколько их он убил до этого? А это значит то, что ему придется переоплощаться всеми теми, кого он убил. и новый бишма вынужден будет, который на этой роли будет, так сказать, он в этих Махабхаратах вынужден будет всех убивать. Как вы думаете, почему вас с таким ужасом бегали по всем богам и говорили только не на землю нас переоплощайте? Было бы очень легко, что там на земле переоплотился, потусовался, потом обратно и все нормально. Они знали, что обратно они уже не вернутся, придется отдавать долги потом долгое время, причем возможно когда-то в далеком-далеком будущем, которое будет так далеко, что невозможно себе представить, он опять на эту позицию вернется. Надеюсь, вы правильно все поняли. Если вы не слышали эту историю, сколько они богов обошли, чтобы только это проклятие не проявилось, почитайте Махабхарату. И только Ганга им сказала, хорошо, вы перевоплотитесь, и я вас сразу убью. Вас это устраивает? Они говорят, да, лучше сразу нас убей, только лишь бы мы в мире людей не оказались. Как вы думаете, почему? Потому. Еще вопросы есть, Настя? Да, конечно, много.